Ваше превосходительство, президент Путин, Ваше превосходительство, президент Российской Федерации, Ваше превосходительство, господин Азулия Асмани, президент Союза Каморских островов и председатель Африканского союза, уважаемые дамы и господа, Ваше превосходительство, представители африканских государств, Ваше превосходительство, господин Мухаммад, уважаемый председатель Комиссии Африканского союза, уважаемые дамы и господа, для меня большая честь и радость иметь возможность выступить перед вами в рамках Российско-Африканского экономического форума 2023 года. Я бы хотел поблагодарить его превосходительством, Владимира Путина, его правительство и народ России за то, что они вновь продемонстрировали силу взаимодействия между российским народом и народами африканских стран, даже в то время, когда мир переживает неслыханные ранее вызовы. Ваше превосходительство, когда мы встречались с вами в Сочи в 2019 году в рамках первого Российско-Африканского форума и саммита мы заявили о нашей приверженности расширению торгово-инвестиционных связей между Россией и Африкой. Мы договорились о том, что мы выведем на новый уровень социально-экономические отношения между нашими странами, основываясь на том, что мы вместе работали в 50-е годы, когда африканский континент стремился к независимости. Наш торговый оборот к 2026 году должен составить 40 миллиардов долларов. Ваше превосходительство. Наш торговый оборот сейчас составляет 20 миллиардов долларов. Все это происходит несмотря на пандемию коронавируса, и невзирая на все сложности, с которыми мы сталкиваемся на международной арене. Благодаря серьезному партнерству между Африксимбанком и Российским экспортным центром, мы ставим перед собой задачу удвоить наш торговый оборот за предыдущие 4 года. И мы полагаем, что эта цель вполне достижима. Вызовы, связанные с обеспечением глобальной продовольственной безопасности, высветили ключевую роль России в обеспечении продовольственной безопасности Африки. В значительной степени африканские экономики зависят от поставок российских удобрений. И большое количество удобрений, которые мы импортируем, происходит как раз из России. Приоритетом Африксимбанка и Африканских государств участников является сохранение и поддержание торговых потоков. Мы переживаем времена беспрецедентной глобальной нестабильности. Африксимбанк работает с комиссией Африканского союза, с системой ООН и со своими российскими партнерами. Для того, чтобы мы могли использовать площадку для электронной торговли, которая служит обеспечению взаиморасчетов в любых валютах, в наших взаимных интересах и прозрачным образом. Представляются различные услуги, которые обеспечивают платежные услуги в рамках этой платформы. Кроме того, другие банки имеют возможность принимать участие в совместной работе. Эту платформу, эту площадку мы используем для того, чтобы обеспечить, удовлетворить потребности африканских стран в удобрениях и зерновых. И было выделено 3 миллиарда долларов США для того, чтобы поддержать торговлю. 3 миллиарда долларов – это кредит, который был выделен на эти цели для того, чтобы оживить бизнес и для того, чтобы мы могли обеспечить потребности африканского континента. Мы будем стремиться развивать наше взаимодействие с российскими партнерами. И мы будем использовать эту площадку для того, чтобы облегчить поставки зерновых удобрений. Каждый день 300 миллионов африканцев страдают от голода. И очень важно, чтобы мы прилагали все усилия для того, чтобы обеспечить полный суверенитет. Необходимо, чтобы мы обеспечили полную продовольственную безопасность. Это один из наших приоритетов. Африк Симпанк и Российский экспортный центр сотрудничают для того, чтобы обеспечить взаимодействие в других ключевых сферах. В центре внимания виды деятельности, которые способствуют интеграции африканской экономики. И прежде всего, имплементации континентальной африканской зоны свободной торговли. Для того, чтобы поддерживать инвестиции в сельскохозяйственный сектор, создаются индустриальные парки. Развиваются критические объекты инфраструктуры и взаимодействия в системе здравоохранения. Африк Симпанк сможет оказывать поддержку африканским инвекторам, которые хотели бы использовать возможности и выходить на российский рынок. Поэтому мы приветствуем российские инвестиции в Африку. И наряду с этим мы надеемся, что африканские инвесторы будут обращать внимание на Россию, потому что инвестиции могут осуществляться в обе стороны, и это будет способствовать оживлению торгово-экономических отношений между нашими странами. Ваше превосходительство, к концу этого второго саммита я надеюсь, что Россия и Африка смогут добиться еще большего чувства солидарности и обеспечить более надежные маршруты поставок удобрений и зерновых, в то время как сегодня цепочки поставок были нарушены. Мы надеемся, что наша торговля будет продолжаться. И я был очень рад слышать, когда президент Путин говорил о новых торговых маршрутах, поскольку они будут способствовать облегчению торговых поставок на наш континент. Кроме того, я надеюсь, что мы сможем найти возможности вместе пользоваться возможностями, которые открываются Африканской континентальной зоной свободной торговли. Ваше превосходительство, менее 20 лет назад Россия была нетоимпортером продовольственных товаров. Сегодня на долю России приходится 20% глобального экспорта зерновых. Мы надеемся на то, что новое партнерство, которое мы строим с Россией, в частности, в рамках этого саммита, позволит Африке добиться тех же самых целей за очень короткое время. Благодарю вас за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok